И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест! Итак, в эфире портал, так сказать, неунывающих гаражников. Итак, сегодня немножко погода у нас уже не солнечная, но все равно тепло и радостно-радостно на душе от того, что праздник впереди, правильно? Но нам нужно доделать вот эти вот машинки, чтобы со спокойной душой войти в Новый год. К этому мы чуть позже приступим, а сейчас анекдот! Короче, магазин! Блин, продавец, покупатель, продавец уже весь на нервах, блин, покупатель занудный такой. Продавец уже не вытерпел, говорит, блин, я уже тут 25 минут с вами разговариваю! Наконец-то я узнал вас! Это так подмогает, ну и кто же я? Да вы как раз тот человек, из-за которого в институтах пишут, что не совать гениталии в работающий пылесос. Вот такой анекдот! Эх, стареем! Взяли с женой порнофильм, очень понравилось. Ну, понравилось, что дизайн спальни, кафель, ванной и стол на кухне. Хочу показать, уже второй раз я попадаю на такую машину, забываю. Ну, мы, короче, тут по-варварски взяли, отпилили нахрен, чтобы здесь мы же было подлезть все. Потому что вот здесь вот, видите, здесь крепится крепление капота, да? Вот, на трех болтах, болты изнутри, то есть вот здесь вот, очень тяжело к ним подлезть. И там еще один хитрый был спрятан, защиту всю запустила, поэтому мы обрезали, чтобы добраться туда. Сейчас дядя Толя тут открутит. Система, конечно, дебильная вообще. Ну, и представьте, чтобы это все собрать, вернее, померить все, примерить новое, да? Придется все это опять собирать таким же макаром, опять разбирать. Ну, защиту сейчас мы удалим, будет легче. Хотел еще показать, вот когда компрессор в воду кидает, не знаю, будет вам видно, нет, сейчас попробую. Блин, ну, так вот не видно. Вот. Вот, видите, вот такие пузырики. Здесь они идут по всей машине. Ну, и вот такое новое крыло нам привезли. Поэтому то мы варварски сняли. Вы видите, как оно интересно упаковано. Тайваньское крыло. Ну, упаковали, молодцы, хорошо. Ну, гемор будет тоже с установкой, скорее всего. Тайвань вообще мне не нравится. То есть, вся машина покрашена вот такими пузырями. Это значит, у вас вода в компрессоре. То есть, компрессор кидает влагу. То есть, не в компрессоре, а в шлангах. Как от нее избавиться, можете зайти в папочку. Первая у меня строка последний добавленная, а вторая строка папки. Находите папку оборудования материала и находите видео там. Либо что нужно начинающему эмалиру. Там очень подробно я рассказывал про влагоделитель и показывал, как он сделан. Так что, заходите. Еще раз я покажу, чтобы вам было ясно. Вот у нас крепление, да? Вот так вот оно стоит. Ну, допустим, вот так вот. Вот. Здесь болты. К болтам можно подлезть, только изнутри крыла. Вот они. Откручиваем их, убираем крепление. Но, если вы будете брать такую машину в ремонт или ваша машина, сразу думайте о том, чтобы еще снять крыло, скорее всего, вам нужно будет снять дверь, чтобы вы могли срезать. Крыло наглухо приклеено. Очень тяжело его снять. Ну, в нашем случае у нас есть новое крыло. Мы сняли просто варварским. Мы его взяли, отогнули и срубили. А если вы хотите крыло сохранить, вряд ли вы его снимете так, чтобы не сильно попортить. То есть, вот такой геморрой предстоит. Если вы займетесь пунтой или браво, там такая же хрень. Очень ему неудобно. Толик уже весь вспотел, да, Толик? Нет. Не вспотел? Нормально? Еще второе сейчас сниму. Ну, хорошо, возьми пирожок. Потренервуешь. А зачем второе-то не надо? Ну, как бы сегодня день у нас такой ненапряжный. Сейчас мы закончим с этим ремонтом. Покрасить надо еще планочку. Ну, и пока суть додела. Анекдот! Обеденный стол. Сидет семья. Маленький сыночек, отец и жена. Отец говорит сыну, кушай давай, а то писька не вырастет. Жена. Чему ребенка учишь? Сам бы лучше ел. А злобный разрушитель машин продолжает свое черное дело. Да? Сейчас я ее ухандухулю, блин. Да я уже до тебя ухандухулю. Ничего не надо, говорит, ухандухивать. Ухандухили уже все до вас. Ну, вот и разобрали мы агрегат. Уже будем разбираться завтра с ним. Ну, и наконец она дождалась. Делаем такое щадящее давление. Сильно большое не будем делать. Чуть-чуть. Обезжирили. И потихонечку наносим. Сначала проходим края. Потому что края больше всего видно. Намокнули. А потом вы их можете забыть покрасить. И края прошли. Потихонечку можете сверху ложить. Закидываем те места, которые у вас проплескивают немного. Сейчас побольше уже сделаю давление. Теперь покроем лаком. Не забывайте стравливать всегда пистолет. Вот так. Раз в сторонку. Не торопясь. Это у нас молдинг. Одного даже слоя достаточно. Толстого. Вот, в принципе-то и покрасили. Как бы под такие мелкие детали. И не обязательно гараж готовить. Вон, ворота открыли. Ой, блин, чуть не упал. Ворота открыли. Видите, у нас сегодня тепло. Пыль запустили. Дядя Толя довольный. Сейчас домой свалит, да? Ну, а на сегодня все. Как бы праздники на носу. Сильно мы не хотим перетруждаться. Ну, как бы полезную информацию, я считаю, дал. То есть, вот с этим фиантом. Пум-то! И браво! Папандос конкретный с крыльями. То есть, знайте на будущее, что не стоит связываться с ними, если будете брать на ремонт. Либо, если будете связываться, знайте, что крыло, пока вы его снимете, вы его все запорите. Ну, и еще такой анекдотик. Староватенький, правда. Ну, представьте, армия, да. Приезжает генерал. Все, покрасили всю траву. Все ракеты покрасили. Ну, а солдат красил, короче. И на ракете ведро оставил с краской. Ну, и генерал, короче, заходит. Так. Ну, вижу, да. Все, порядок. Все, молодцы, молодцы. Так, это что? Вот это у вас? Товарищ генерал, так это же ракета. Я вижу, что это ракета. А вот там на ракете что такое? Фу. Так, товарищ генерал, это же новый ионноуловитель. Не дурак, Чай. Вижу, что это новый ионноуловитель. Почему вы его не покрасили? Иду из больницы. Солнышко. Птички поют. Настроение. Душа поет. Настроение вообще отлично. Люди вокруг улыбаются. Хоть бы эта сука сказала, бахилы с ними, блин. Ну и на сегодня все. Хорошего вам настроя на работу, чтобы у вас было меньше косяков. Косяки все равно будут, но относитесь к ними с легкостью, как к ним относимся мы. Это все-таки железо. Это все-таки труд. Кто не работает, тот не делает ошибок. А это все ерунда, пыль. Год все-таки скоро. Это праздник. Забудьте все свои проблемы. Думайте о Новом Годе, чтобы все у вас было классно. Ну и всем добра и бабла. Правильно. Вагон и маленькую тележку. Давно так не говорил.